Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Пришли гости. Сейчас накрываю на стол. Другой день. Я сейчас иду в магазин Искусница, метро Московская, прохожу Мир Шитья. Потом обязательно зайду, обожаю такие магазины. Ну и решила, конечно же, поснимать немножко. Универмаг Московский, прям с двух сторон, одинаковое здание. А вот магазин Искусница. Вообще жуткий район какой-то. Просто жуткий, какая-то депрессуха. Ой, кошмар, надо этот магазин найти где-то в другом месте. Не хочу сюда ходить. Я уже дома. Я взяла вот такие нитки. Ну, вообще я, как сказать, мне нравилось. Раньше я всегда вязала вот из таких ниток, типа из акрила. Вот. А потом, когда стала вязать салфетки, я уже стала вязать из хлопка. Но сейчас мне нужно... Сейчас мне... Ну, для нашего домика на реке Сязь. И поэтому я взяла вот такие акриловые нитки. Они как бы стоят подешевле. На них была акция 106 рублей. Вот. Правда, это была цена по карте. А у меня карты не было. Потому что я впервые в этом магазине. Стоила она 100 рублей. Честно, я сначала думала купить. Потом уже, знаете, взяла телефон. Думаю, сейчас посмотрю, где ближайший магазин Леонардо. И пойду туда. Потому что там у меня карты есть. И помимо того, что есть карты, есть хорошая скидка. Думаю, лучше возьму там. Мне уже как-то это привычнее. Но женщина там рядом, тоже покупательница стояла. Она говорит, да у меня есть карта, возьмите. И я ей воспользовалась. Поэтому вот. Я даже не знаю там. Ну, надеюсь, что их какие-нибудь, может, бонусы начислят. Или какую-нибудь накопительную скидку. Ну, в общем, и ей хорошо, и мне хорошо. Потому что, в принципе, как они сказали, что надо чеки сохранять. И когда 2000 рублей накопится, они обменяют это на карту. Ну, как вариант тоже можно. Потому что 407 рублей вот уже покупка, понимаете. И естественно, что 2000, оно накопится. Просто мне сейчас не нужно больше. Я хотела, правда, другие нитки немножко. Пихорка. Но, как бы, как сказать. Ну, там не было нужных мне цветов. Потому что все в бежевых тонах в домике. И стены мятные. По идее, можно и то, и другое было. Но я хотела вот именно что-то светлое. Единственное, что я даже сейчас не знаю. Вот мне это, наверное, хватит на такой, может быть, прикроватный коврик. Я хочу еще посередине комнаты какой-нибудь такой ковер круглый связать. Но у меня в Москве нитки достаточных. И, наверное, я свяжу такой маленький прикроватный коврик пока что. Ну, а там посмотрим. Ну, и в принципе, хочется повязать. А, еще дали купон на скидку. Ну, он, как бы, на предъявителя. То есть 15% скидка будет с 1 по 15 февраля. Ну, отлично. Воспользуюсь, наверное. Посмотрим. Все равно же буду в Питере. Идем с мужем по делам. И идем через парк Победы. Гуляем. Все-таки мне тут очень нравится. Красиво я с этой стороны еще не была. Только на машине проезжала. Классно так. Вечер. Приехал в гости сенсей. Ну, как всегда, вкусняшек привез. Ну, и я много чего сделала. Такая вкусняшка еще. Вот эти. И еще вот это. А, это другой день. И я перестелила кровать. И это в стирку. Гуляем. Ну, мы стараемся гулять каждый день. Плюс еще какие-то дела есть. Поэтому... А мы сегодня в фикс-прайсе идем. Ну, в дальний фикс-прайс. Плюс у нас еще есть дела. Все это совмещаем. Ну, заодно и погуляем. Сегодня тоже, возможно, к нам приедут гости. Но это не факт. И тоже идем к метро Московское. Сегодня буду вешать занавески в большой комнате, которую я привезла из Москвы. И сейчас их буду гладить. Вот. Они, конечно, огромные. Ну, придется этим заняться. Они не отвисятся точно. Тут я уже снимаю старые занавески и вешаю новые. Сразу скажу, что я жутко намучилась. Несколько часов на это потратила. Все рассчитать. Все как-то подправить. Это был просто ад. И главное, погладить это надо было. Ужас. Но в итоге вот так получилось. Ну, окно совершенно уже по-другому. Более аккуратно смотрится. Хотя здесь действительно после ремонта можно вообще оставить все без занавесок. И такой вариант возможен. Но все белые ночи, летом. И это как раз в комплект вот к покрывалу. С подушками, со всеми делами. Другой день. И мы, как всегда, совмещаем прогулку со всякими делами. Ну, мы идем в Ашан. Надо купить там цветочные горшки. Мы еще зашли на почту. Муж получал тепловизор. Ну, и в Ашане покупаем вкусняшки и цветочные горшки. Сенсей привез пиццу. Я тоже вкусняшек сделала. Другой день едем на Сязь. Уже сидим в кафе. По традиции. Мы всегда едем до Пролетарской на метро. А там сенсей нас уже ждет. И мы едем на машине. В эту кафешку, как правило, всегда заходим. Ну, здесь неплохо кормят. Поэтому хорошо. И уже едем. Заехали по дороге в магазин. И я вот такую пряжу купила. Большой моток за 320 рублей. И еще спицы. Спицы у меня много. Но мне муж все привез в Москву. Поэтому нужно было тут. Это для завтрашней рыбалки было куплено. Ну и уже подъезжаем. Осталось совсем чуть-чуть. Дорога тут очень красивая. Мы приехали. Ну, где-то я, видите, даже не проваливаюсь. Меня снег держит. О, зверячие шаги. Следы. Вот. А в основном проваливаюсь. Причем по колено. Я почему иду? Иду взять лопату. Из нашего домика. Потому что к нам вообще, ну, не заехать на территорию. Трактор проехал. И там куча снега. Посмотрите. Вот. А у нас была только одна лопата. И две здесь. В общем, я иду за лопатой. И главное, что нам не понравилось, у нас ворота были открыты. Сейчас я навожу порядок в нашем домике. Ну, и честно, можно сейчас, несмотря на то, что уже половина 11-го нужно и пылесос включить. Хотя он супер шумный. Он больше на промышленный похож. Моющий. Ну, мне не очень хочется сейчас этим заниматься. Вот. Потому что, ну, если бы он был такой, как у меня, например, Авента или Томас, бы нет проблем. А здесь все-таки в любом случае надо еще брызгать воду. Я не хочу с дороги этим заниматься. Поэтому я, как обычно, взяла снег и все протерла. Сейчас я еще один раз начисто сделаю. Потом возьму тряпку насухо все. Буду разбирать вещи. Вот. Извините, что бардак. Но мы просто, во-первых, мы приехали. Я вот снимала. Мы часа полтора только прокапывались. То есть и я копала, и Сергей, и Андрей. То есть все. Поэтому мы когда прокопались, вещи, ну, я зашла сюда за еще одной лопатой, и как бы все. Мы когда прокопались, пришли, вот переоделись. Андрей, как раз я классные сапоги купил. Такие резиновые, но они теплые и не скользят. Прям вообще супер. Я единственное, что забыла тряпку с собой взять. Вот эту вот, которая разводов не оставляет. Но ничего страшного. Вот. Потом. Поэтому я положила уже батареи, включила. Ой, они, они прям кипяток на самом деле. Потому что мы везде отключили, оставили только в этом домике. В домике сенсея. Вот. Там, через стенку. Поэтому две батареи работают на полную мощность. Плюс печка. Отлично, короче. А завтра, может быть, я и помою полы. А может быть, не знаю, посмотрим. Потому что потом, я рассказывала позже. Ну, неизвестно, этим летом или чуть позже. Но будет веранда здесь. Соответственно, сюда грязь носиться не будет. Вот. То есть, будет проще. Дрова у нас на летней кухне есть. Они нам там сейчас не нужны. Потому что там проблемы с печкой. И, соответственно, они там не нужны. Мы их переносим. У нас еще один сарай. К нему подход просто весь замерз. Будем завтра уже там разбираться. Ну, здесь все я по контейнерам разложу. И будем, как всегда, там хранить. Просто пришли, надо было разложиться. Там сейчас и муж, и сенсей, они смотрят кино. Ну, или, я не знаю, может, просто разговаривают. Потому что получилось так, что Андрей забыл какой-то важный кабель. Вот. Еще там с телевизором какая-то проблема. Приключилась. Попробую что-нибудь из этих ниток связать. Но я довольна. Все-таки цена 320 рублей. Это прям, ну, класс. И вот я то, что показывала, нитки покупала. Видите, они многим отличаются. Но, например, вот 4 мотка таких ниток стоили там 400 с чем-то рублей. Вот. А эти всего-то. Ну, плюс спицы. Ну, скорее всего, я вот из этого буду вязать коврик на центр. Потому что я сплю у стенки. И, как правило, вот так вот. Вот если мне надо, спрыгиваю. Даже когда, собственно, нужно, пардон, в туалет. Все равно я не через мужа же прыгаю. Плюс тут и зеркало, и утром одеваешься. Нужен ковер. Во всяком случае, сейчас так точно. Тем более, пока еще мы тут... Надо дверь, там, уплотнители сделать. Вот. Ну, и, соответственно, вот здесь нужен коврик. Я думаю, что вот этот коврик, ну, который я вяжу, я его распущу. Из этих ниток как раз-таки будет овальный, прикроватный. А круглый будет уже посередине. Ну, а я плюс еще там видео планирую снимать. Легли спать, задвинули занавески. Муж с сенсеем поехали за покупками, а я пока прибираюсь в комнате, застилаю кровать после сна. Буду делать дорожку до туалета, но штатив мне было лень тащить из домика. Сейчас нужно сделать дорожку до туалета. Там вон сугробы. Ну, я так, понемножку чисто символически. То, что вот там мы въезд сделали и вокруг дома. Это еще не копали. Я простужена, конечно, немного, но все-таки, знаете, вот печное тепло и вообще гораздо легче. Так что правильно, что мы приехали. Ну, сегодня мы еще будем здесь. И, может быть, даже завтра еще будем. Ну, в теории, конечно, планировалось, что завтра уедем, но всем хочется остаться. Поэтому, ну, никаких причин, чтобы не остаться, вроде бы нет. Как замечательно. Обычно я топила снег для мытья посуды. А сейчас можно просто вот здесь ведро подставить. Ну вот, пойду пить кофе. А пока наберется вода для мытья посуды. Вообще великолепно. Сейчас я попью кофе. И как раз-таки помою посуду. Вернее, как, я попью кофе, смонтирую видео. Ну, озвучу, наложу музыку, если где требуется. Поставлю на монтаж и помою посуду. Наведу тут порядок, потому что я люблю, чтобы, естественно, на поверхности были чистые и все такое. Но мы вчера приехали, пока выложили продукты, пока поели, пока там что-то к рыбалке подготовились. Ну, не до того было. Вот, поэтому вот так. Ну, какая у нас эта шапка, мономаха. Красивая. Это для прикола в наш туалет. Типа такой прикол туда заходить в этой шапке. Там как трон. Вот. Ну, конечно, некоторые еще косяки здесь выяснились. Но это все очень хорошо. Как я уже говорила, что мы здесь и в минус 40 были, и было комфортно. Ну, естественно, было понятно, что где-то что-то надо доделать. При более теплой температуре мы бы этого не поняли. Хотя, вообще, у меня муж как раз позавчера, перед отъездом, получил тепловизор. Такая, знаете, маленькая коробочка, вот как флешка. Ну, она 1011-12, что ли, стоит. И то это он заказывал, там, ждал недели-две, а если бы он заказывал там через Озон, он вообще бы 1020 заплатил. Вот. С тепловизором, конечно, все проще. Но, тем не менее, вот мы, например, когда было минус 40, мы, например, поняли, что там, допустим, нужен этот рожек, например. Причем поняли, какой именно надо покупать. Ну, всякий можно брать. Много чего. Посмотрели, где что сделать. Вот сейчас приехали. Тоже стало многое понятно, что доделывать, ну, и так далее. Много, конечно, планов, потому что все-таки вот мы как раз говорили, что нужно сделать в первую очередь будет туалеты в домиках. Вот. Не, ну, там доделывать домики надо, не все еще успели сделать. В бане, по-моему, хотят все-таки сауну сделать. Хотя сначала даже сенсей говорил, что, ну, вот эта баня, вы видите, впереди, что ее вообще надо сломать и сделать новую. Но потом пришли к выводу, что это, ну, не совсем есть в этом смысл. Она нормальная, как бы, проще сейчас там еще сделать дополнительно сауну. Вот. Ну, там спуск для этого катера. Ну, там все обдумывают, потому что там не все так просто. Бильярдную, там, теннисный корт, вот что они хотят делать. Ну, такие вещи. Доделать беседку уже даже понятно, что и как, потому что основу уже сделали осенью. Ну, там и хотят сделать так, чтобы можно было купаться с большим комфортом. Ну, на самом деле здесь будет очень классно. Просто тут работы много, поэтому это не сделается все сразу, там, вот. Но уже примерно понятно, что будем делать этим этой весной, летом, там, осенью. В общем, в теплое время года более-менее понятно. Потому что и... А, ну, здесь тоже сенсей хочет сделать батарею. Тем более, как, когда стали разбираться, выяснилось, что здесь очень много батарей лежит. Плюс вот этот вот сарай будем разбирать. Старый. Ну, он такой был временный, но, сами понимаете. Там как раз много всего лежит, что послужит в домиках. И вот в этом большом доме там же тоже сделали эти яму, кольца. То есть будет туалет. Вот. Так что... Так что есть над чем работать. Вот в этот раз будем вот в этом гриле делать курицу. Вот, мы купили три. Одна как раз сегодня приготовится. Так. Ну, здесь вот пюре, драники, суп, салат. Ну, и там мы еще всего накупили. Это еще осталось с Нового года. И вот. Ой, сейчас. Еще тут. Ладно, я это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. И до скорой встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok